6 класс, 28 серия. Решение задач. Задача первая. К трехзначному числу прибавили 13, сумма оказалась кратной 13. Когда от него отняли 8, разность оказалась кратной 8. А когда его разделили на 9, оказалось, что частное делится на 2. Найдите это число. Это число будет делиться на 13, на 8 и на 9. Числа 13, 8 и 9. Это взаимно простые числа. Единственное трехзначное число, которое делится одновременно на эти числа, это число 936. Ответ 936. Задача вторая. Наибольшее из трех натуральных чисел больше наименьшего на 6. Если одно из них умножить на 10, другое на 20, третье на 15, полученные произведения окажутся равными. Найдите наименьшее число. Обозначим за х наименьшее. Наибольшее х плюс 6. Наименьшее число надо умножить на 20. Потому что вот из этих чисел 10, 20 и 15 больше всего 20. Значит, наименьшее надо умножать на 20. А наибольшее на 10. И вот эти произведения будут равны. Решая уравнение, находим значение х. Х равен 6. Это наименьшее число. Ответ 6. Задача третья. Расшифруйте запись. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры. Разные буквы – разные цифры. Может ли сумма А плюс Б принимать значение 9? Из этого равенства получаем, что А – это 2Б. Допустим, значение суммы 9. А плюс Б, допустим, равно 9. Тогда Б – это 3. 9 надо разделить на 3, будет 3. Хорошо. Допустим, Б – это 3. Посмотрим, будут ли равенства верными. Там, где Б, давайте запишем 3. 3 плюс 3 – это 6. Значит, А равно 6. Значение суммы 66. Первое слагаемое – 63. 63 плюс 3 – 66. А здесь будет 6 минус 3 – 3. Все верно. Оба равенства верны. Значит, сумма А плюс Б может принимать значение 9. Ответ – да, может. Задача четвертая. 5 девочек решили пойти в театр. Им удалось купить только 3 билета. Сколько разных вариантов выбора 3 девочек, которые пойдут в театр? Можно выбрать 3 девочек, которые пойдут в театр, или 2, которые не пойдут. Ответ будет один и тот же. Давайте выберем 2 девочек, которые не пойдут. Запишем всевозможные варианты. Допустим, не идут в театр. 1-я, 2-я, 1-я, 3-я, 1-я, 4-я, 1-я, 5-я. Это уже 4 варианта. 3 варианта без первой девочки. 2 варианта без первой и второй. И еще один вариант – не идут, 4-я, 5-я. Значит, 10 вариантов – это те девочки, которые не идут. Значит, остальные пойдут. Ответ – 10. Задача пятая. Можно ли нарисовать 7 отрезков так, чтобы каждый пересекался ровно с тремя другими? Условия задачи можно сформулировать по-другому. Существует ли граф, в котором 7 вершин и степень каждой вершины равна 3? То есть, давайте отметим, 7 точек – это вершины графа. То есть, отрезки – это будут вершины графа. Если отрезок пересекается с другим, значит, надо соединить линии эти вершины. Эти линии называются ребра. Так, и степень каждой вершины должна быть равна 3. То есть, число линий, выходящих из вершины, число ребер, выходящих из вершины, должно быть равно 3. Возможно ли построение такого графа? 7 вершин. Степень каждой вершины равна 3. Причем, когда мы находим степень каждой вершины, вот, например, степень этой вершины, мы считаем ребро, а когда рассматривается другая вершина, это же ребро будет посчитано второй раз. Значение вот этого произведения надо разделить на 2. 21 на 2 не делится. Значит, построение такого графа невозможно. Значит, нельзя нарисовать вот таким образом. Ответ – нет, нельзя.